Здравствуйте! В эфире ЛРТ, программа «Итоги недели». Меня зовут Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Важно сделать так, чтобы этот традиционный переход с одной стороны железной дороги на другую был комфортный и безопасный. Когда и где появится надземный переход через железнодорожные пути, расскажем через несколько минут. Мы открываем здесь пять участков. У нас уже готово штатное расписание. Мы набрали сотрудников. У нас набрали уже участковых, педиатров, медицинских сестер и узких специалистов. Поликлинику на улице 8 марта откроют в апреле. Я искренне желаю девчонке, девушке, нашей милой женщине, каждой из вас счастья, благотолучия, удачи, именовезения. Концерт, посвященный Международному женскому дню, состоялся во дворце спорта «Триумф». Я могу сказать, что за счет того, что я до угрелки, большое количество угрелок, сегодня было испорчено 10 львов, конечно, мне трудно сконцентрироваться и с вами разговаривать. Сергей Агаджанян готовится к новому мировому рекорду. А теперь обо всем подробнее. Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации городского округа Люберцы. Руководители структурных подразделений и силовых ведомств отчитались перед главой муниципалитета в проделанной работе. Подробности в сюжете моих коллег. 2050 обращений поступило в Люберецкую полицию на минувшей неделе. Стражи порядка возбудили 29 уголовных дел. 25 преступлений раскрыто по горячим следам. Начальник ведомства Евгений Романцев напомнил руководителям управляющих компаний о необходимости предупреждать жителей о формах дистанционного мошенничества. В момент Каксимовичу Азизову большое спасибо. Они единственные управляющие компании, которые по нашему просьбе... Они выложили для всех на своих чадах, для наших бабушек, дедушек, которые переводили денежки вот этим мошенникам. На территории Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона произошло пять пожаров, два из которых в черте городского округа. В результате происшествия никто не пострадал. 28 февраля в 16 часов 39 минут рабочий поселок Октябрьск, улица Новая, у дома 7, обгорела заброшенная бытовка по всей площади. И 4 февраля в 12 часов 55 минут Люберца-Шевляково, дом 2, дробь 24, в многоквартирном жилом доме, в одном из квартир на втором этаже обгорели личные вещи на балконе на площади 2 квадратных метра. Аварийных отключений в сфере жилищно-коммунального хозяйства не было. Все системы функционировали в штатном режиме. В округе по графику идут плановые работы по капитальному ремонту МКД. На данный момент ведутся работы по установке вентилируемого фасада с утеплением. Это улица Льва-Толстого, дом 17, процент выполнения 40%. Также ведутся работы по установке вентилируемого фасада с утеплением по улице Коммунистическая, дом 18. На данный момент там выполнение 45%. Во время еженедельного оперативного совещания глава городского округа Владимир Волков вручил сертификаты на предоставление квартир двум детям-сиротам, которые достигли совершеннолетия. Луиза и Геозарян, Петр Пономаренко, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Железная дорога – зона повышенной опасности. Большую угрозу для жизни и здоровья людей представляют несанкционированные переходы через железнодорожные пути. Один из таких участков находится между улицей Новая и первым проездом Михельсона. Сейчас там ведется строительство надземного сооружения. Как будет выглядеть будущий объект и насколько он важен для жителей городского округа, узнаем в следующем сюжете. Бетонируем опоры под пролетное строение. Сейчас ведем уход за бетоном, также ростверка башни. Уже пришел весь металл у нас на пролетное строение, начинаем укрупненную сборку. Дальнейшая работа – это вынос сетей железной дороги и сборка пролета и монтаж его на опоры. Стеклянный переход длиной 85 метров оборудует лестничными маршами и пассажирскими лифтами. В темное время суток сооружение будет светиться. Новый объект не только обеспечит безопасность пешеходов, но и станет архитектурным украшением города. Важно сделать так, чтобы этот традиционный переход с одной стороны железной дороги на другую был комфортный и безопасный. Было принято решение обустроить уже капитальный надземный переход. Губернатор Андрей Юрьевич Воробьев поддержал эту инициативу. Были выделены средства – около 300 миллионов рублей. И в ноябре месяце 2022 года началось строительство. Пропускная способность перехода рассчитана на полторы тысячи человек в час. Перемещаться из одной части железной дороги в другую по безопасному и комфортному пути жители округа смогут уже в августе этого года. Луиза Игия Заря, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В жилом комплексе Люберцы-Парк завершили строительство поликлиники. Кабинеты оснащены современным оборудованием, штат укомплектован. Когда медучреждение примет первых пациентов, выясняла съемочная группа нашего телеканала. Сегодня в два часа приезжает санэпидстанция наша. Они будут смотреть эту поликлинику, измерять освещение, влажность тут и так далее. Они нам на той неделе сделают акт о том, что они все дают до процесс. Документы у нас все готовы, подаем на лицензирование. Открытие поликлиники в микрорайоне ждали более пяти лет. Кроме основных врачей, прием будут вести узкие специалисты. Кабинеты офтальмолога, кардиолога, отоларинголога и стоматолога оснащены медицинским оборудованием, которое позволит вести диспансерные наблюдения и оказывать помощь на всех этапах лечения. Мы открываем здесь пять участков. У нас уже готово штатное расписание. Мы набрали сотрудников, у нас набрали уже участковых, педиатров, медицинских сестер и узких специалистов. Мы с вами стоим в одном из прекрасных залов, залов ЛФК. Здесь есть массажные залы, здесь есть кабинеты физиотерапии, кабинеты светолечения. То есть все для того, чтобы проводить реабилитацию наших деток. Также оборудованы кабинеты для лучевой и функциональной диагностики. По направлению лечащего врача пациентам сделают комплексное ультразвуковое исследование, ЭКГ и рентгенографию. Мы, конечно же, переживали больше всего за то оборудование, которое будет закуплено и здесь установлено. Но когда при приемке проверили каждый кабинет, каждый прибор, конечно, мы благодарны и приятно удивлены тому, что успели закупить в первую очередь и закупили самое лучшее оборудование. Не экономили. Поликлиника рассчитана на 155 посещений в смену. После регистрации лицензии учреждение примет первых пациентов. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Секретарь Люберецкого местного отделения «Единой России» Владимир Ружицкий провел личный прием граждан. На встречу, которая прошла в исполкоме политической партии, записались четыре жителя городского округа. С какими вопросами они обратились, расскажет наш корреспондент. Мы представляем группу жителей деревни Пехотка. В конце 20-х числа февраля стало известно о проекте реконструкции дороги, согласно которому сносу 20 жилых домов и четыре нежилых помещения. Мы хотели бы ходатайствовать перед вами, чтобы вы оказали нам содействие в пересмотре данного проекта. Снос жилых домов необходим для реконструкции автомобильной дороги Москва-Жуковский. Такое решение принято комиссией архитектуры Московской области. Но, со слов заявителя, с ними это никто не согласовывал. Чтобы прояснить ситуацию, Владимир Ружицкий связался с заместителем главы городского округа Люберцы Александром Сорокиным. Это реконструкция Быковки. Идет от реки Пехорки и до улицы, где застроили сейчас Молодский квартал. У меня люди на приеме. Ты где находишься? Здесь. В администрации? Они подойдут. Ты выслушай, кому-то поручи с точки зрения права. Понятно, что дороги надо расширять. Может, людям сделать такие предложения, что они не откажутся. На приеме у Владимира Ружицкого прозвучал вопрос, связанный с несанкционированной торговлей. Жительница Люберец пожаловалась на незаконную деятельность предпринимателей в переходе станции Люберца-1. Еще две заявительницы обратились к секретарю партии по жилищной тематике. Все вопросы взяли в работу. Владимир Волков обсудил с инициативной группой жителей этапы реализации проекта по благоустройству парка в деревне Марусино. Новая рекреационная зона появится уже в этом году. Каким хотят видеть парк жители, смотрите в репортаже нашего корреспондента. Появление рядом с рекой Чернавка и современной зоны отдыха жители Марусино ждали давно. Теперь мечта притворяется в реальность. Всю рабочую документацию, всю подготовительную работу будет проводить подрядчик. Подрядчик мы, как правило, работаем только с теми, кто не вчера появился, ни у кого уставной капитал 10 тысяч рублей, а проверенные компании, которые работают десятилетиями на территории Московской области. Поэтому наша задача сегодня – обновить вот эту идею, которая есть, реализовать ее абсолютно точно и ответственно заявляю в этом году. В первую очередь в парке организуют место для детского отдыха и игр. Жительница Заречной улицы Татьяна Кузьминская просит обустроить дорожки для занятий скандинавской ходьбой. Чтобы с палками не между домами ходить, а здесь дорожки были. Наверное, набережную благоустроить, реке Чернавки тоже. Частица Марусина должна быть. Именно вот красивая частица, чтобы запомнилась, чтобы глаз радовала. Зона отдыха, скамеечки – это однозначно. А еще цветы, много цветов. Я люблю цветы выращивать. Я с удовольствием какие-то цветы принесла здесь, посадила. Обустроить спортивную и пляжную зоны, установят детский игровой городок, создадут площадку для культурно-массовых мероприятий по периметру, освещения и видеонаблюдениям. Здесь будет разбито на несколько зон. С учетом парковочных мест люди смогут приехать, припарковать свои автомобили и провести свой досуг в данном месте, когда это будет благоустроено. Будут как спортивные дорожки, так и места для отдыха спокойного. Плюс будет предусмотрена зона барбекю. Проект рекреационной зоны, общая площадь которой составит почти полтора гектара, будет готов через месяц. В конце апреля подрядчик приступит к подготовительным работам. Осенью парк примет первых посетителей. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Заместитель председателя правительства, министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Монтуров осмотрел производственные цеха фабрики «Пихорский текстиль» и поздравил работниц предприятия с Международным женским днем. Тему продолжит Богдан Колесников. Более 20 лет предприятие специализируется на производстве пряжи для ручного и машинного вязания. Продукция вырабатывается из всех видов сырья, растительного и животного происхождения, искусственных и синтетических волокон. Мы закупаем отечественное сырье в России, закупаем смесовое сырье. Пихорской фабрике принадлежит почти 25% российской пряжи для ручного вязания. По итогам прошлого года производство выросло еще на 20%. На предприятии работают 120 человек, большинство из них – женщины. Производственная база фабрики – это современное оборудование, которое постоянно обновляется и модернизируется. Пихорка входит в реестр 500 преуспевающих компаний России и ежегодно побеждает в конкурсе 100 лучших товаров России с присвоением почетного знака «Отличник качества». Треть продукции производится в рамках гособоронзаказа. Нити-пихорки идут на изготовление беретов для десантных войск, морпехов, ракетчиков, сотрудников МЧС. Особая линейка изделий – аптекарская пряжа, согревающие пояса, наколенники, налокотники из лечебной верблюжьей шерсти. Сейчас фабрика работает над запуском продукции премиум-класса, которая заменит импортную пряжу. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Со дня объявления частичной мобилизации прошло больше пяти месяцев. В то время, как люберетские мужчины выполняют боевые задачи в зоне СВО, их семьи тоже не сидят сложа руки. За каждым защитником Родины стоит женщина, которая обеспечивает надежный тыл. Подтверждение тому – история героини нашего следующего сюжета. Своего папу семья Доврановых не видела с 10 октября. Тогда он добровольцем отправился в зону СВО. Сейчас выходит на связь часто. Находится на лечении в военном госпитале. С ума сходишь, от нечего делать наоборот. Ничего не делать и сидеть сложа руки не в правилах этой семьи. С тех пор, как муж отправился на защиту Родины, Олеся инициировала сбор гуманитарной помощи для военнослужащих. Сейчас готовит к отправке очередную партию. Вот такие сапоги приобретаем нашим ребятам. Сейчас начинается распутиться. Будем уже их переобувать, переодевать. Все собранные вещи Олеся отвозит лично на своей машине. Несколько раз брала с собой даже детей. Их в семье трое, сын и две дочки. Сергей самый старший. И пока папа на спецоперации, хозяин дома. Это очень сложно. С этими девочками очень сложно как-то наладить контакт, когда у них что-то не получается. А я один мужик в доме, это очень сложно. Вот так могу сказать. Развещайся папу скорее. Да, я уже не могу без него. Главу семейства все без исключения считают патриотом и настоящим защитником. Такой же можно назвать его супругу. Сейчас она пытается получить удостоверение волонтера, чтобы отвозить гуманитарную помощь непосредственно в ДНР и ЛНР. У нас есть наш костяк, это там порядка 20 человек, которые жили с нашими мужьями, братьями в одной палатке, находились в одном месте. И мы так объединились и начали собирать им помощь. С ночи все загружаем, едем. Ездили и в Нижний, и в Белоруссию ездили, и в Белгородскую область ездим. По медицинским показаниям, супруг Олеси после лечения должен вернуться домой. Мужчина, вопреки советам врачей, рвется на передовую. Но при любом раскладе бросать свое дело Люберчанка не намерена. Помогать российским бойцам она готова до победного конца. Ребята все настроены позитивно. Мы, в свою очередь, тоже настроены позитивно. Враг будет разбит, победа будет за нами. Более 50 лет живет в Люберцах Полина Константинова. Накануне женского праздника председателя общественной ветеранской организации «Жители блокадного Ленинграда» приехал поздравить глава округа. Такого внимания Полина Константинова не ожидала. Вы очаровательная женщина. Можно вручить вам этот букет, поздравить вас с наступающим 8 марта, праздник женский, всегда олицетворение цветов. Ее отец с началом Великой Отечественной ушел на фронт. В семье было не до праздников. Мама работала на трех работах. Старший брат учился, только поступил в институт. Сестра тоже училась. Мы не знали, что такое 8 марта. А сегодня, сегодня вдруг глава администрации приехал, поздравил меня. Я не ожидала. Я даже не знала, куда мне деться, потому что я, в принципе, для меня это первый раз столько внимания. Детство забрала война. Полине было чуть больше двух, когда началась блокада Ленинграда. Некоторые эпизоды живы в памяти до сих пор. Когда репродуктор говорит, спускайтесь в бомбоубежище, я ему кричу. Вы знаете, я же одна в квартире, в комнате. Я боюсь, куда мне обратиться. Я не знаю, что мне делать. Пожалуйста, помогите мне. Это я помню точно, что я кричала в репродуктор. Но маленький ребенок не соображал, что эта связь совсем другая. Что меня никто не услышит и никто не увидит. Война ее не сломила, а только закалила характер. Полина окончила фармацевтическое училище и медицинский институт. Более 40 лет проработала в аптеках, воинских частей, в Кубинке и Люберцах. Она и сейчас в строю. Трудится в научно-исследовательском центре эксплуатации и ремонта авиационной техники. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Дворец спорта «Триумф» украсили цветами и наполнили весенним настроением. Там прошел праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню. Прекрасную половину человечества поздравили с 8 марта лучшие творческие коллективы. С наилучшими пожеланиями к жительницам городского округа обратились и представители власти. Обо всем по порядку в нашем следующем сюжете. Виновниц торжества встречает с живой музыкой и цветами. Уже при входе каждую женщину ждал сюрприз – красная роза в честь наступающего праздника. С улыбками на лице гости заняли места в зрительном зале. Сцена и атмосфера вокруг создает по-настоящему весеннее настроение. Самое главное я хотела бы пожелать, чтобы был мир у нас, чтобы мы все жили спокойно, мирно, дружно, как раньше было. Всех женщин с наступающим праздником 8 марта весенним нашим здоровья, счастья, удачи. И чтобы мирное небо было над головами всеми. Всех поздравляю с праздником, желаю здоровья, счастья, благополучия и всего-всего хорошего. В этот вечер все слова и песни посвящены любви и женской красоте. Выступления артистов сопровождались хореографическими постановками и бурными аплодисментами. Дорогие наши самые лучшие, самые очаровательные женщины. Поздравляю вас с весенним, самым теплым праздником, который олицетворяет обновление. Весна – это всегда солнечно, это всегда тепло. Окончание зимы, конечно, всегда это новые надежды, новые мысли. Я искренне желаю девчонке, девушке, нашей милой женщине, каждой из вас счастья, благополучия, удачи, именно везения. Праздничный концерт продлился около двух часов. Женщин городского округа порадовали лучшие исполнители вокальной и танцевальной коллективы. Это лауреаты всероссийских и международных конкурсов, обладатели гран-при различных творческих проектов и участники музыкальных телешоу. Гвоздем программы стало выступление заслуженного артиста России Сергея Мазаева. Солист группы «Моральный кодекс» подарил милым дамам несколько своих лучших песен. В преддверии Международного женского дня в округе провели акцию «Весенний букет». Её инициировали студенты Люберецкого техникума экономики и права. Цветочные комплименты раздавали в оживлённых местах города. Акцию, которая не оставила ни одну женщину равнодушной, провели впервые. В преддверии праздника 8 марта мы решили сделать Люберецким красавицам, так сказать, немного приятного и подарить кусочек весны. Что может быть прекрасней улыбок на лицах женщин в весенний праздник? А положительные эмоции уже есть. Сразу настроение поднялось с утра. Спасибо большое, ребят. Очень прекрасное настроение, очень. Мне первый раз так в жизни. Весенняя акция от студентов техникума экономики и права теперь станет ежегодной. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В прошлую пятницу гурманы всего мира отмечали день вкусного завтрака. Напомнить о важности утреннего приёма пищи решили педагоги и студенты техникума имени Гагарина. Будущие повара со своими наставниками накрыли праздничный стол и пригласили гостей. Когда мама готовит овсяную кашу, мне она почему-то не очень нравится. А здесь такая вкусная овсяная каша. Ну, даже не знаю, что сказать. Секрет приготовления прост. В овсяную кашу, сваренную на молоке, добавляем цукаты и ягоды. Получается вкусное, полезное и сытное блюдо. От такого завтрака дети точно не откажутся. Каша очень вкусная, полезная. В качестве дегустаторов – воспитанники 56-й гимназии и люберецкие депутаты. Во главе с председателем Владимиром Ружицким. Кроме каши, в меню вкусного завтрака – бутерброды с ветчиной, сыром и свежими овощами. На десерт – сырники со сгущёнкой и тёртым шоколадом. Всё приготовлено руками студентов 2-го и 3-го и 4-го курсов. Какие-то заготовки мы делали вчера, а сегодня уже с утра, в 6 утра мы пришли и студенты готовили. Ну, под нашим руководством, конечно же, где-то что-то помогали. В Люберецком техникуме имени Гагарина специальности повара и кондитера осваивают около 300 студентов. Сегодняшний праздник для них – своеобразный экзамен. После учебного заведения я планирую пойти в высший университет по той же специальности. Я с самого детства, в принципе, увлекаюсь готовкой. Меня это радует как и само потребление, как и сам процесс готовки. После вкусного завтрака женскую часть коллектива техникума поздравили с ещё одним международным праздником. В честь 8 марта Владимир Ружицкий вручил преподавателям цветы и благодарственные письма. Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Члены правления Федерации футбола городского округа Люберцы провели общее собрание. На встрече подвели итоги зимнего первенства, обсудили организационные вопросы, а также наметили планы по развитию общественной организации. Что произойдёт в мире люберецкого футбола, расскажем в следующем сюжете. С 25 декабря 2022 года по 5 марта 2023 в городском округе Люберцы проходило открытое первенство по футболу среди детско-юношеских команд. В соревнованиях приняло участие 36 коллективов из 11 школ и секций. Кроме хозяина первенства были представлены округа Дзержинский, Лыткарина и Котельники. Были подготовлены поля на всех стадионах в хорошем качестве, несмотря на сложную погодную ситуацию. Все игры проходили в Люберцах. На наших стадионах «Электрон», «Труд», «Болятина» и на стадионе «Звезда» и «Искра». Во время зимнего первенства проведено 145 игр, в которых забито около 500 голов. В каждой возрастной группе определены победители и призёры. Команды футбольной школы «Звезда» являются абсолютными победителями, потому что они, мало того, что они в двух возрастных категориях являются победителями, и кроме этого ещё призёрами, и во всех остальных они в тройках. Итоги зимнего сезона подведены, пора готовиться к следующему периоду. В ближайших планах федерации составить календарь игр и определить участников летнего первенства городского округа Люберцы. Число команд растёт, потому что федерация заработала в новых условиях, с учётом того, что у нас световой день короткий и лето короткое. Мы не можем до бесконечности увеличить число команд. Вот 10 команд – это оптимальное количество, когда мы в каждом возрасте можем проводить соревнования. Динамика развития футбольного сообщества в Люберцах, она с каждым годом всё больше и больше. Появляется больше много коллективов нового, более того, соседние районы и муниципалитеты к нам присоединяются к нашему городскому первенству. Сегодня мы рассмотрели вопросы о принятии членов правления, о расширении этого списка. Федерация футбола городского округа Люберца образована в 2017 году. На сегодняшний день в неё входит 8 активных членов правления. Спортивная общественная организация объединяет 10 детских, 8 мужских и 8 ветеранских команд. Луиза Игия Зарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Федерация тэквондо округа провела детский и юношеский турнир. Спортсмены выполнили основные упражнения по общей физической подготовке с элементами восточных единоборств. Подробнее расскажут мои коллеги. Челночный бег, прыжки в длину, наклоны вперёд, шпагат, прыжки через скакалку, отжимания и пресс. Комплекс упражнений по общей физической подготовке предстояло выполнить участникам соревнований. Елизавета Любимова с раннего детства занимается гимнастикой. Теперь увлеклась тхэквондо. Я недавно получила обрела жёлтый пояс, но я занимаюсь даже не меньше, чем год. Тут есть спорт, можно найти друзей. Ещё можно стремиться к цели своей. Впервые в этих соревнованиях приняли участие дети с аутизмом. В секции тхэквондо они занимаются адаптивной физкультурой с начала года. В группе 30 человек. 10 из них на турнире. Даниил Александров в общем зачёте занял второе место. Сейчас это у меня первая попытка в соревнованиях. Только раньше вся моя семья участвовала в танцевальных конкурсах. И занимали первые и вторые места. Я прыгнул на дистанцию метр сорок три. Для меня это результат офигенный. Физические упражнения – доступное и эффективное средство для развития детей с расстройством аутистического спектра. Каждому ребёнку на соревнованиях особый подход. Дети с синдромом аутизма, они антисоциальны. И наша основная задача – социализировать этих детей, чтобы они не боялись общества, чтобы в дальнейшем они могли влиться безболезненно для себя и полноценно идти по жизни. Группы, которые у нас занимаются по этой программе, они малочисленные группы. И, соответственно, тренер подбирает индивидуальный подход, исходя из их медицинского диагноза и заключения врачей. Моя цель основная всегда заключалась в том, чтобы помочь детям. То есть, ввиду того, что я взял спортивный опыт и соединил это с нейропсихологией, получилось классное направление адаптивного тэквондо. Детки очень быстро усваивают материал. В соревнованиях приняли участие 300 детей от 4 до 15 лет. Всего федерация тэквондо-люберец объединяет более 500 спортсменов. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Во дворце спорта «Триумф» прошел турнир городского округа Люберцы по восточному боевому единоборству. В нем приняли участие дети от 8 до 17 лет, которые уже добились определенных успехов и готовы побороться за путевку на региональные и всероссийские соревнования. За поединками наблюдала Луиза Идиазарян. Свои умения и результаты усердных тренировок показали 113 юных спортсменов. Это лишь небольшая часть воспитанников отделения восточных боевых единоборств комплексной спортивной школы Олимпийского резерва. Борьба за звание лучшего шла в двух соревновательных дисциплинах. Кота, которая сейчас за спиной проходит поединок и кумитея формального упражнения. Эти соревновательные дисциплины включены в единый перечень дисциплин, в котором проводятся соревнования и по которым ведется отбор для дальнейших соревнований. В турнире принимали участие мальчики и девочки. В своей возрастной категории ученица 8-й школы Екатерина Семенова заняла первое место. Торжественное награждение состоялось сразу после поединка. Мы занимались нашей группой, у нас были всякие разные спарринги. Дома меня гоняла сестра и так и пришли к результату. Карате учат никогда не сдаваться, идти вперед, никогда не останавливаться на достигнутом. Копилку медалей и достижений пополнил и 10-летний Артем Григорян. Среди своих ровесников в дисциплине «Сеотокан Кумите» он стал победителем. Я доволен, но мне кажется, соперники не моего уровня. Но должны быть чуть посильнее. Спортсмены, которые заняли призовые места, получат возможность выступить на отборочном турнире, который состоится в декабре этого года. В городском округе определят участников сборной Московской области. А это уже в дальнейшем путевка на первенство ЦФО и России. Люберцы вновь стали эпицентром масштабного спортивного события. В городском округе прошли всероссийские соревнования по борьбе на поясах среди мужчин. Мероприятие посвятили памяти известного политического деятеля Владимира Жириновского. Все подробности в материале моих коллег. 160 спортсменов из 23 российских регионов, а также из Киргизии и Таджикистана. Несмотря на то, что соревнования проходят впервые, география участников внушительная. Накануне только призовые места, памятные кубки и подарки, но и присвоение почетных спортивных званий. Мы согласовали данное мероприятие с Министерством спорта России. Он внесен в единый календарный план международных и всероссийских соревнований. Победителям присваиваются звания мастера спорта. На наш турнир только приехало участвовать 38 действующих мастеров спорта. Здесь борется чемпион мира, здесь борется победитель молодежного первенства мира. Перед тем, как борцы вышли на ковер, состоялось торжественное подписание соглашения о сотрудничестве между администрацией Люберец и Всероссийской Федерацией борьбы на поясах. Отныне в городском округе начнется развитие еще одного вида спорта. Конечно же, для нас это ответственное и важное мероприятие. Люберцы – это территория спорта. И мы всегда рады, всегда рады гостям, спортсменам принимать на своей земле соревнования. И самое главное – поддерживать их, поддерживать нашу молодежь, поддерживать ветеранское движение. Для того, чтобы спорт сохранялся, развивался и был на самом высоком уровне. Спасибо вам большое за вашу поддержку. И действительно, как я сегодня услышал, Люберцы – это спортивный город. Вам прицветание. И вот такие красивые спорткомплексы, чтобы их было больше у вас. Мы говорим спорт вне политики. Но Жириновский был политик, и не просто политик, великий политик. Он государственник, он защищал интересы государства. Мне довелось с ним встретиться первый раз в 1997 году, потом встречался раз в 5 или 7. Необычайный человек, поэтому сегодня мы его и вспоминаем, мы ему и благодарны. Спортсмены боролись в 14 весовых категориях. В программе соревнований представлены схватки в вольном и классическом стилях. Соперники все достойные, мастера, кандидаты, классики, вольники, дзюдоисты. Каждый из нас, конечно, хочет золота, но как оно выйдет, так все будет. Вообще, каждое соревнование – это праздник для всех присутствующих. Борьба на поясах – один из самых древних видов спорта. Это доказывают рукописи, документы и различные исторические памятники искусства. Во время поединка соперники, взявшись за пояса, стараются повалить противника на спину, предварительно оторвав его от земли. Люберецкий силач Сергей Агаджанян готовится установить очередной мировой рекорд. Как проходит подготовка к серьезному испытанию, расскажут мои коллеги. Открытую тренировку, на которой планируется установить неофициальный мировой рекорд по сценическому силовому экстриму, Сергей Агаджанян провел в честь 8 марта. Всем девушкам, которые пришли его поддержать, спортсмен преподнес розовые тюльпаны, как символ мира, гармонии и нежности. К этому дню атлет бакатырского движения «Сильнейшая нация мира» начал готовиться сразу после установки очередного мирового рекорда. В октябре прошлого года Агаджанян отбуксировал в Нижегородском метро подвижной состав весом 134 тонны на 30 метров 60 сантиметров. Пришла сегодня на тренировку, захожу, а тут такие звезды у нас, такое шоу показывают. Я просто в восторге, как грелки лопают, сковородки скручивают. Прям классно. С каждым последующим подходом Сергей повышал силовую выносливость и усложнял задание. Скручивал сковородки, разбивал черенки лопата плечо напарника, одну за другой надувал медицинские грелки. Во время тренировки силачу поддались 17 предметов. Неофициальный мировой рекорд установлен. Я могу сказать, что за счет того, что я дул грелки, большое количество грелок, сегодня было испорчено 10 грелок, конечно, мне трудно сконцентрироваться и с вами разговаривать. Идет большая гипервентиляция легких и, конечно, сосредоточиться невероятно сложно. Самое трудное всегда в сценическом экстриме – это, конечно, надувание грелок. И надувание грелок после подхода к платформе, где почти 400 килограмм висит, конечно, это сложно. Во время попытки установить мировой рекорд по сценическому экстриму, русскому халку и его коллеге-чемпиону мира Сергею Чуприне предстоит справиться со 100 предметами. Испытание пройдет в Кисловодске в конце весны. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей вы сможете найти на нашем сайте lrt.tv или в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин